И в продолжение темы. Последнему в Щиилинскому району солдату Сарсенбеку Байжанову 9 мая исполняется 100 лет. С юбилеем и 78-летием победы бывшего фронтовика лично поздравил Акимобласти Нурлубек Налибаев. Сарсенбек Байжанулу был призван на фронт в 1942 году. Ему тогда было всего 19 лет. Первое боевое крещение принял под Сталинградом. Одна особенная деталь из его биографии. Во время принятия присяги он настоял, чтобы ему разрешили дать клятву на родном казахском языке. Акимобласти от имени главы государства передал фронтовику тёплые поздравления. В честь юбилея и 78-летия победы Аксакалу были вручены ключи от автомобиля. Глава государства передаёт свои поздравления. Мы преклоняемся перед вашим подвигом. Вы достойны самых высоких почестей за ваш труд беспримерным героизм. Крепкого вам здоровья. Домой солдата вернули после тяжёлого ранения осколками снаряда. Но и в тылу он продолжал ковать победу. Потом осуществил свою мечту. Окончил педагогическое училище и около 40 лет проработал в школе. Он там занимался творчеством, пели песни Нартая. «Этот человек никогда не говорил неправду, очень справедливый. Учитель с большой буквы. Ученики очень уважают его. В ауле его тоже глубоко почитают». Ветеран войны воспитал достойными людьми и своих 11 детей. Сегодня у него растут уже праправнуки. «Я горжусь своим дедушкой. Он с детства нас воспитывает, учит нас быть честными, смелыми. Многие в нашей семье пошли по его стопам». Из этого района на войну было мобилизовано свыше 6 тысяч человек. Более половины не вернулись домой. Из всего солдатского братства 78-ю весну победу в районе он встречает один. Да, редеют ряды ветеранов войны. Но подвиг их навечно в благодарной памяти человечества.